Нет, на балконе нет. В комнате в детской. Мы же в прошлом году хотели в Испании собак купить. На футболках такие вот рисунки делали. Вот этот рисунок мы сделали на заказ. Да, такая масочка прикольная. Я такую никогда не видела. Там внутри орбизы, шарики орбиз. В общем, какой-то мужчина, у которого нет ни стыда, ни совести. Ребята, всем привет. У нас тут челлендж продолжается. А где есть? Здесь только. В зале у вас в комнате. Надо все открывать же. Я все собрала. Маргарите в этот раз везет. Я смотрю. Где еще? На балконе, да? Нет, на балконе нет. В комнате в детской. Иди. Не разбейтесь там. Вот тут вы ищите, где игрушки. Мам! Мам! Я... Мам! Я на славу. Вон рядом видно, вы не видели. Вон там еще. Все закончили слаймы? Да, это моя. И моя вот эта. Это мой, скажи. Это мой. Это мой слайм, а не моя. И вот это. Там чоколатики. Там. Смотрите, как великает. Тянется? Очень хорошо. Это с шоколадками, что ли? Да, да. Такого мятного цвета, да? Получился. Это мятное мороженое. Мое. Мое. Там и мунито. Вес, как мое. Смотрите, если прохладно. Конечно, прохладно. Смотрите, у нас дождик. Мне одеть, мне одеть сколько? Уже холодно. Градусов, наверное, 16 там. Ощущение холодно. Кстати, ребят, вы в челлендже увидели у Ксюшки футболку. Она многим напомнила голос дети, да? Да. Это, видите, написано? Voice Kids. The Voice Kids. The Voice Kids. Это голос дети. А что, папа не купил молоко, что ли? Нет. Нет молоко. Все купила, молоко не купил. Блин, мои волосы, когда я приду, я буду уметь свои. Что ты будешь делать? Ма, мыть мои волосы. Тебе подстричь нужно. Пять? Ну, они уже отросли, смотри как. Чуть-чуть вот столечко. Пять сантиметров подстричь. Тебе сбрить надо все. Поняла. Я тебя сама подстригу. Я тебя сама подстригу. Хочешь? Давай. Я дверь закрываю, Макс. Чао. А что вы делаете? Мама, я тебе ее помогаю. Пепа Пик снова в моде, что ли? Я понять не могу. Да? Они с ней всегда прикуривают. У тебя похоже получается? Угу. Мама, а это... Мама, а это папа Гай. Ух ты, слайм приклеился к другому слайму. Они так высохнут у вас, ваши слаймы. Побольше делать не будет, если будете так оставлять. А внутри это зеленый он, да? Да. Ну, он такой светло-светло-светло-светло-светло. Такой желтовато-зеленый даже. Мама, и ты, она купила другой единорог. Угу. В общем, ребятки, мы тут разбираем наши покупочки. В Испании решили показать, что мы в этот раз купили. В прошлом году мы меньше покупали, да? Магно. В прошлом году мы вообще почти ничего не покупали. В общем, с чего начнем? С магнитиков? С магнитиков. Магнитики какие купили? Вот это вот я не пойму, зачем два купили, да? Потому что она купила один медленный, а один тебе. Русалочки две в татуировках. Ариэль. Они издеваются. Ариэль. Татуировка. Коль дома. Так, вот такой вот магнитик очень миленький, кьют. Овечка. Вот такая вот это кто? Ленивец. Так, единорог с названием города, где мы были. Калея. Здесь тоже Калея. По-моему, такой один раз покупали, только там другой город был, да? Да, мы тоже покупали, но мы его потеряли. Да, потеряли, в общем. Так, взяли вот такую Барселону, но у нее вот оторвался магнитик, да? Нужно его приклеить. Такая вот Барселона. Еще там магнитики брали, но мы подарили. Да. И вот еще. Смотрите. А, вот еще взяли вот такие вот магнитики. Чтобы открывать... А, нет, открывашка, как бутылочка, с открывашкой, да? Здесь Барселона, Калея и Барселона. Ну, это подарить папа хотел кому-то, в общем, пока у нас лежит. Итак, вот такие вот подставочки для кружек. Так вот, чтобы пить чай. Это что такое здесь? Это тоже Лама. Джама, Лама. Вот такая вот подставочка Лама и кружка Лама у Маргариты. И у Ксюши с единорогами. Здесь ленивец, да? Да. И здесь вот такие вот единорожки. Такие вот кружечки. Так, еще что мы взяли? Еще взяли браслетики. Да, вот такой вот браслетик. Это помолвозь я. Видно, да, вот. Я себе один брала браслетик, и он у меня... Я с ним купаться, в общем, пошла, и он у меня развязался. Купаться не нужно было с ним. У меня еще один. Да, вот этот тоже, да, развязался? Да. Ну, такие браслетики, конечно, надолго их не хватает. Они очень красивые, конечно, но надолго этих браслетов не хватает. Тут уже развязалось, размоталось. Нужно как-то приклеить кончик этот. Клеем. Да, клеем. И у меня браслетик был красивый, но он разлетелся. А вон тот этот ловец снов еще. Кто сториз смотрел, мы выбирали ловец снов себе. Выкладывали сториз. Вот такой вот девчонки выбрали. Очень любят они ловец снов. Да? Сколько у вас там висят уже? Три штуки? Так. Что еще мы сделали? Вот мы еще... Ксюшечка купила вот такую вот маечку. Ксюшечка с единорогом. С единорогом. Вот. Такой вот единорог. Там есть очень много. Ага. Так, еще мы в Испании сделали футболочки себе. Мы решили попробовать. Там как раз распечатывали. На футболках такие вот рисунки делали. Вот этот рисунок мы сделали на заказ. Мы сделали его как лейбл. Чтобы наклеить, чтобы распечатать такую наклеечку и клеить на слаймы. Ну, решили попробовать распечатать на футболках, как это будет смотреться. Смотрится очень прикольно. Не знаю, как вы думаете, делать нам такие футболки или нет. В общем, это Шопи Слайм Систерс. Так, еще одна футболочка. Вот этот рисунок я сама рисовала. Не знаю. Красиво, некрасиво. Девчонкам нравится. Не знаю. Слайм. А тут Шопи Слайм Систерс. Шопи Слайм. И решили тоже распечатать на футболочке. Смотрится очень тоже прикольно, ярко. Вот. Так что мы подумаем. Если что, пишите в комментариях, если нам делать такие футболочки или нет. Вот такой вот рюкзачок мы взяли Каролине. Каролина у нас идет в садик. Такой брелочек она еще себе выбрала, да? Ты в садик идешь? Твой рюкзак? Да. Твой. Такой вот лол единорожек. А у Макса папа твой, да? Ну, у Макса посмотрим. Может быть, ему другой возьмем. А может быть, он и пойдет с этим. Да, Макс? Там не было для мальчиков рюкзачков? Нет. Так. Что еще у нас? А, вот такие вот масочки. Это мы в Барселоне купили. Да, с орбизами. Да. Такая масочка прикольная. Я такую никогда не видела. Макс. Ну, ей почему-то это понравилось. Я думала, ты возьмешь с узором с таким. Когда мы сначала шли... Ой, он такой вонючий. Ее, мою постирать надо. Очень вонючая. Ну, это когда на пляж, например, идешь, да? Или куда-нибудь там на газончик постелить. Не знаю. Ксюше понравилось с деревом. Нет, потому что когда мы сначала шли, это было самое красивое. Фу, бери. Воняет. Не знаю, чем они ее пропитали. Ее постирать нужно. Она очень сильно воняет. Очень сильно воняет, да? Канцелярию вы видели уже. Канцелярию мы показывали. Вот. И кое-какие там вещички подарили. Там бабуле подарили тоже магнитик и... Кружечку. Да, и кружечку. Самое главное, это мы не купили. Самый популярный вопрос, который задают ребята. Почему мы не купили собаку? Мы же в прошлом году хотели в Испании собаку купить. Ребята, запомнили. Рассказываю, ребят. Здесь, где мы живем, это съемная квартира. Это не наша квартира. Здесь, чтобы завести какое-то животное, вообще-то нужно спрашивать. Мы когда заводили кроликов, мы даже не спросили. Обычно нужно спрашивать у хозяина этого дома, можно или нет. В общем, кроликов у нас уже нет. Убери руку. Кроликов мы уже отдали. Хомячка, в принципе, можно, потому что хомячок, он... Он же не бегает. Да, он же не бегает. Он проблем не создает, шума не делает. Вот. А собаку заводить, так как мы не хотим маленькую собачку. Мы хотим довольно-таки большую. Да, девочки хотят вообще две, каждая. Капушистая маленькая такая. Маргарита хочет одну, а Ксюша хочет другую. Ну, в общем, покупать будем собаку тогда, когда переедем. Либо в свой дом, либо на первый этаж. Не знаю, в ближайшем будущем. Давай на первый этаж. Нет, на свой дом. Либо в свой дом, либо на первый этаж. Будет у нас пока хомячок. Собачка будет чуть позже, как мы переедем. В общем, ребята, зашла в инстаграм. Начала проверять сообщения. И не поняла. В общем, пишут... Смотрю, пишут, в общем, Маргарита. Твой инстаграм украли. Смотри. Даже нашли... Тут есть вот страничка. Сестрички лайф. Вот ньюс, новости. И написано, что со старого твоего аккаунта стали удалять. Видишь, у тебя было 172 тысячи. Начали удалять эти... Твои фотографии, смотри. Видишь, даже заскринили. Видишь, теперь это другой номер. ЗТТ, ЗУ. Не знаю, что такое. Это твои подписки все. Это твои фотографии стали удалять. У тебя еще сторисы там были. В общем, какой-то мужчина, у которого нет ни стыда, ни совести, забрал у ребенка страницу. Но он чем думает, я вот понять не могу, логика какая, забрать у ребенка, у которого было 172 тысячи подписчиков детей, девочек. Смысл я просто понять не могу. Забрать у тебя страницу с подписчиками детьми. Ладно, если бы он там нашел взрослого человека, я еще понимаю. И тем более русский, русский аккаунт, я вообще не понимаю, зачем забирать. Я, конечно, в шоке. Я думала, что тебя просто заблокировали из-за возраста, что кто-то пожаловался, может быть, или еще что-то, что тебе нет еще 13 лет, и у тебя страничка. Но, оказывается, он взломал, потом, значит, как-то закрыл эту страничку, чтобы ее никто не мог найти, поменял. А, ну он поменял имя. Вот. И это. И начал удалять фотографии. И все? А этих фотографий больше нет? Нет. Вот именно, что там ничего нет. Он все убрал. Где это, блин? У меня слов даже нет. Вот. Даже слов нет. Так что вот так вот, ребятки. Если его увидите, то блокируйте сразу. Блокируйте, отписывайтесь, не знаю. И вот у Маргариты новая страничка. Будем? Ничего страшного. Найдут тебя, подпишутся опять. Да? Угу. Не расстраивайся. Это что такое? Упс. Что за упс? Кто это сделал? Как она могла это сделать? Я, Ксюша, говорила, не приносить. Зачем с едой ее туда накрывать? Она лежала. Где она теперь? Кики. Она вообще-то... Она вон там тоже прячется, смотри. Кики. Когда уже будете к школе готовиться? Мам. Только не школа, мам. Будете снимать видео? Собираем рюкзак в школу? Да, я не довезу школу. М? Собирать будете снимать? Последний, последний. Да, мы, в общем, девчонкам 19-го числа в школу. И они на следующей неделе уже, думаю, снимут это видео, да. Да, мы будем снимать. Все, ложись давай. Подушки так и не принес папа с машины. Он все, катается с подушками. Как вернулись с Испанией, так это... Подушки там и остались. Зачем ты закуталась пингвина? Это мне. Все, пока. Пока, ребята.